почему немцы не взяли москву прежде всего германия была не готова к войне и это я была не готова к войне да конечно не готов к войне вот сегодня мы встретим одного очень я не называю кого очень знаменитого футбольного человека вот и спроси его вот играют две команды две команды и как вот сказать кто готов кто не готов а он тебе ответит я вот сам не футболист а он ответит тебе что вот кончилась игра и сказали 10-0 все вот кто готов кто не готов гитлер покончил жизнь самоубийством готов да ну скажи вот вот давай я за язык тебе потяну а ты скажешь готов к войне с германия была не готова не готова почему они не вошли в москву на подступах которые стояли там оставалось сколько они на издыхании дошли они до москвы нашли на издыхании уже уже у них ну смотри у нас 25 тысяч танков а у них 3000 у нас есть танки с противоснарядным бронированием у них нету мы на дизелях а у них страна родина рудольфа дизеля они весь всю войну без дизельных двигателей на танках вот у нас что у нас штурмовик есть бронированный мало у нас есть а у них нету совсем у нас на т-34 стоит пушка пушка которая баллистика этой пушки это дивизионная пушка баллистика такая вот а у них или обрубок или 37 миллиметров это это же ужас полный то есть они готовы к войне если бы были готовы к войне то завершили бы где-нибудь в районе владивостока как это они готовы к войне если мы за три месяца там захватим вы постойте ну москву бы захватили ну уже опыт есть брал бонапарт и что отдать что масса россия велика велика россия отступать некуда есть куда отступать завязнуть и за и ведь разные вещи захватить афганистан вот это захватили вот наши захватить а потом эти дурачки еще я я так и говорю американцы ну и эти тоже я я не помню какие вот ну тоже здесь за хватает да вот с тем же афганистаном только вошли и радио в америке там русского брата и евреи русские вот мы стане недавно были интернационал такой и там свои телеканал и не мне тебе рассказывать радио и телемост и какой-то дядя уже он шесть месяцев он уже американец уже такой щиро и на рыканица и он мне говорит вот мы американцы захватили на америках уже хорошо бы мы американцы вот мы захватили этот афганистан за три дня а вы русские вывод воевали там 10 лет и ничего но я говорю для американцы да вот но мы тоже захватили за пару дней это точно и никто а вот начнут звезды полосатые гробики таскать вот мы говорю лет через пять встретимся в эфире мы тогда поговорим захватить страну это одно а контролировать контролировать это совсем другое ну я приводил сколько различных доводов в отношении того что гитлер был не готов к войне немцы могли взять москву могли ну хорошо допустим они и взяли что-то бы изменилось в конечном итоге в конечном итоге это был бы очень длительный афганистан и рак это было бы что-то такое но контролировать нашего брата вот насчет могли или не могли нашел я протокол допроса михаил федорович лукин михаил федорович лукин генерал-лейтенант командующий 16 армии выдвигались они из-за байкалия потом в район шпитовки разгрузились потом их оттуда еще не разгрузились до конца одни дивизии туда батальоны туда потом их бросают в белоруссию за дыру там да и михаил федорович лукин спас москву спас москву от того что было мощное окружение если бы там они сдались бы сразу то гитлер пошел бы на москву но от того что вот этот котел держался у гитлер не было сил идти вперед вот вот нет сил идти вперед от того что потом его лукина в очень тяжелом состоянии вот у него нога на соловьевском переправе он там войска бежали он их держал ему отдавили ногу у него гангрена его привезли в немецкий офицерский госпиталь ногу отрезали вот он это герой который спас москву и протокол допроса и там такая фраза мелькает дайте русскому мужику землю и он ваш человек защитил москву все прочее но внутри он мужик он знает что коллективизация это было неправильно что это все и он советует немца он говорит вот вот вы дайте и все дали бы дали бы победили если бы если бы они были умными но они не были умными то могли бы конечно потому что народ был озлоблен вот сейчас у меня есть кадры есть в питере такой может найдете его режиссер правдюк виктор он сделал фильм и показывает вяземское окружение уже октябрь месяц 41 года и он показывает вот идут улыбаются наши солдаты вот посмотрите как они улыбаются в плен сдаются радостно радостно и вот посмотрите на их шинели шинели все новые не то что они в окопах там грязные нет то есть как приводили они издавали не миллионами сдавались в плен 4 миллиона сэр 4 почему все таки наши сдавались в плен миллионами дело в том что это не моя идея другие историки высказывали такую мысль что все таки великая отечественная война несла в себе элементы гражданской войны тут и массовая сдача в плен когда люди эту власть ненавидели когда люди вспоминали и тамбов и кронштадт это же это было тоже поколение вспоминали тот же самый голодомор когда вспоминали все преступления власти и чего тут только не было и шли и в сс служить и это очень нехорошо я понимаю но какой же должна быть наша не на я не любовь до к этой власти если есть выбор между гитлером и сталином и люди выбирают гитлера вот это страшно когда мы говорим вот это великое отечественное вот это величие 4 миллиона людей как-то но не вкладывается вот это величие где она величие я понимаю что великие жертвы но величие в смысле того что вот мы правы они вот такие нехорошие на на напали и а мы святая тут война и прочее прочее вот я открываю книгу константин симонова разные дни войны первая фраза первая фраза такая 21 июня 1941 года мне в радиокомитете предложили написать две антифашистские песни вот вот это самая первая фраза вот и он про хлопал начало войны вот это кстати ответ вот что все все утро 22 июня он писал антифашистские песни а потом под вечер поднял телефон а ему говорят война ему звонили звонили а он занят делом он пишет это константин симонов разные дни войны разные годы войны ты пишешь что мы могли разгромить германию за три месяца да конечно если бы напали первыми если бы нанесли удар в румынию за три месяца за три месяца дело в том что у меня вот есть карты в следующей книге может быть это опубликует всегда проблема с издателями вообще-то в принципе я хочу написать книгу что-то ледоков картинках то есть большой формат много картинок мало текста и карты 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 с картами тоже я прошу прощения отвлекаясь иногда первый издатель дупов сергей леонидович он мне сказал так он приехал и говорит вот будет очень плохой плохая бумага и очень плохая обложка вот 300 тысяч и фотографии не не карт не будет я говорю серёжа ты тут и побоись бога ну как же книга просто серию без карт невозможно штабные колода штабных карт нет нет вот ну мы с ним долго ругались совещали скажем так и он сказал 300 тысяч будет вот так а 20 тысяч маленький подарочный у кого деньги есть то будет твердая обложка вернулся в москву и шарахнул 320 тысяч всех его под одну гребенку и когда самый первый тираж вот откроешь вот там 320 странный тираж почему 320 почему вот не 300 не 400 а второй тираж был миллион он приехал ко мне и говорит давай делиться так тебе слава а мне деньги давай так давай серёжа я наверное не прогадал шарахнул так вот о чем мы за три месяца мы могли разобрать германии месяца могли дело в том что было вот я про карты будут у меня где-то когда-то хорошие карты и там граница она идет волнами идут два выступа советских выступа белосток и львов на вину ты в германию и наши вот войска в этих выступах то есть трех сторон они уже окружены то есть их осталось замкнуть и все вот это что значит готовились туда эти а того что вот немцы перед нами из флангов и и сзади они уже за нами раз замкнули и все вот два выступа вот и у немцев от того что вот такой пилой идет вот и немцы в выступах они тоже тоже в той же самой ситуации наши уже и с трех сторон окружают оба выступа вот и уже в тылу вот удар туда на восточную пруссию туда в балтийскому морю был очень страшным у нас ситуация была гораздо лучше чем у немцев нас тайно выдвигался второй стратегический эшелон а у них не было второго стратегического они на что первое разгромили а про второй не знали вышли туда вот чуть-чуть а там уже семь армий они их разгромили а наши в это время сделали мобилизацию а у немцев уже мобилизацию делать невозможно потому что уже все мобилизованы и второго стратегического эшелона нет и вот они все сидят в этих выступах с трех сторон окружены и мало того у нас ситуация была совершенно уникальная почему львовский выступ почему вот так много наших того что если от львова наносим удар то наш левый фланг прикрыт гарами чехословакии никто нас здесь не тронет вот так мы выходим от кракова и поворачиваем на север и у нас справа у нас весла а слева у нас одар и тут никого в этом коридор нет и мы идем и просто идем туда вот и немного армия мы ее отсекаем вот по этим проху это просто когда на эту карту смотришь это просто удивительно как красиво это настолько не это действительно это какая-то бриллиантовая такая работа просто смотришь ой как красиво у немцев постоянно у них получалось горловина у них вот они напали и потом группа армии север туда туда к питеру потянуло а это к москве и между ними расползается расползается а южная туда туда в кривой рог и гнепропетровску и вот такое расплывание а у нас наоборот и кроме того румыния никем не защищенная а от от нашей границы тут галатский проход плаэшти нам до плаэшти 180 километров если нет обороны там если у нас танки автострадные если тихая ночь и это рвануть туда поджечь поджечь не надо не захватывать почему немцы проиграли потому что ну самое большое самое главное то что во главе германии стоял все-таки не самый умный человек все-таки все-таки не самый умный человек сравнить гитлера составленным невозможно я даже так даже ни в коем случае не в коем никак я приводил от своих книги самоубийство я привожу описание гитлеровской системы власти и сталинской системы власти гитлер отдает приказы потом он сдает что никто их не выполняет и он удивлен и записано что он удивлен а товарищ сталин до этого если бы он узнал он бы удивил других удивил бы да это во первых во вторых вот я провожу совещание гитлера гитлер говорит 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 вот как я сейчас не останавливаясь просто это множество свидетельств того что комната которую набивается множество людей которые и он говорит сталин молча слушает осла сальма все слушает то есть самая редко встречающиеся таланта у человека это умение слушать сталин обладал этим умением как никто почему сталин не принимал парад победы лично потому что он это сейчас про этого коня там ну такая глупость ну такая ну такая глупость вот что он упал с коня я этот разоблачил на репетиции якобы да да якобы на репетиции это конечно полная чепуха у него же одна сухая рука да ему 65 лет можно ли живот вот ехать на коне ну ну кто бы на это то есть он и не пытался нет конечно а если бы он решил принимать парад победы у него танк иосиф сталин 2 с 2 да то есть сталин на танке иосиф сталин зачем ему кони он бы выехал если бы захотел это круто правда на танке да правда выезжает и или допустим какая-то легкая армейская машина вот простая как сталинская солдатская шинель тоже принимать парад не на какой-то навороченной там бьюики на каком-то и черчилль выезжал на на армейском газике выезжает и принимает парад толстый черчилль же не ездил на коне обрюсший да обрюсший толстый с сигарой вот едет там отцебарит вот и здрасте товарищи вот зачем ему конь то есть конь это то есть он не принимал парад победы потому что не хотели принципиально не хотел и я приводил примеры того чтоб вол вел он себя так как вел себя есть главного маршала новикова воспоминания есть воспоминания голованова что провели парад победы и там где-то они уединились сразу после парада там немножко выпили не тот большой премьем за русский народ там спасибо за терпеливый русский народ оценил до оценил так вот где-то они там уединились и сталин вел себя так как ведет себя побитый диктатор как ведет себя маленький мальчик который плачет и кричит я плохой почему зачем чтобы ему сказали что ты хороший сталин хотел уходить с тем чтобы ему сказать да нет нет ты оставайся то есть у него вот такое поведение было и звезду героя советского союза он никогда не носил есть фотографии вот официальная в личном деле но обрати внимание у него одна звездочка это герой социалистического труда номер звездочки номер один вот ему было 70 лет 60 лет в 1939 году вот ему тогда дали 60 39 а 49 было 70 вторую мировую войну сказал ты мы проиграли правильно что ты имел ввиду я имел ввиду то что мы проиграли вот красный флаг над рейхстагом победы в москве знамена поверженные к мавзолею ох какой и мы проиграли войну да мы проиграли доказать это очень легко вот советский союз ты говоришь выиграл советский союз выиграл ты говоришь ты мне такой да и вот свидетели у меня видели да сказал и куда же он девался тот великий советский союз покажи мне вот я слышал что у тебя большая вот такая любовь к географическим картам вот там смотреть не мог ты бы не показать на карте где этот победоносный советский союз куда он девался вот он победил и где он странные сателлиты он ими оброс немножко то есть он подержал величайшую победу в истории и рассыпался агония длилась долго я согласен вот от того что нефть открыли этой нефтью подпитывали подпитывали но это то есть в историческом плане он проиграл проиграл но тогда в сорок пятом году сталин понимал что он проиграл и я скажу больше сталин сорок первом году знал что проиграл он вышел и из здания генерального штаба и сказал что товарищ ленин оставил нам социалистическое государство мы его немного да мягко говоря просрали да вот именно так грубо выражаясь выражаясь да именно это слово он сказал просрали я я бы выразился мягче вот ну раз уж такое это история то есть он сказал что мы проиграли и немедленно вот тот дворец советов которые строили он приказал разбирать и гнать на эти балки на оборону москвы использовали и даже ежи киевские ежи улицы городе ли это с дворца советов там резали швеллеры вот и слали в киев